Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным Любовь, мы сегодня хотели поговорить про чайников, про новичков, которые недавно сдали на права, которые вот-вот готовятся сдать на права, и тут даже не вопрос возраста или умения, а именно людей, которые, может быть, слушают нас сейчас, но пока еще не водят автомобили, а только задумываются об этом, сидят в качестве пассажира, либо, напротив, недавно получили права, и вот хотелось поговорить о таких людях. Но мне кажется, что в современном мире с количеством роста автомобильного транспорта, плюс развитием вот этих всех сервисов, которые предоставляют автомобиль в аренду, это очень востребованная процедура, и сегодня мы будем обязательно про нее говорить, про юных начинающих. Про молодых водителей. Юных, мне нравится слово, юных водителей, да, и все, я думаю, что и не так гладко там, но, в общем, будем узнавать детали. Любовь, главный вопрос, вот самый первый, в каком возрасте можно прийти, сдать на права, когда можно начинать учиться и когда можно начинать водить? Ну, если мы говорим о категории А, Б и С, то с 18 лет можно прийти в госавтоинспекцию и сдать на право управления транспортными средствами экзамен. Если мы говорим о категории Д, например, то здесь уже возрастной ценз повышенный, с 21 года можно сдать экзамен. Совсем другая история с обучением, то есть обучиться, именно прийти в автошколу, записаться на обучение, пройти курс обучения на профессиональное мастерство вождения, можно уже начинать с 16 лет. А вот эти два года, что делать? Отучился? Да, с 16 лет можно прийти в автошколу, начать обучение, сдать экзамен при этом назначиться можно только с 17 лет, но сам документ, само водительское удостоверение, кандидат водителя получит только после 18 лет. Здесь важная оговорка, прийти сдать экзамен с 17 лет можно только при наличии письменного согласия родителей, заверенного в установленном законном порядке в нотариусе. Даже так? Да, но законного опекуна, на мой вкус, это, конечно, немножко странная процедура, потому что, да, даже если с наличием разрешения от опекуна человек пришел и сдал на водительское удостоверение в 17 лет, то у него получается как минимум временной разрыв в год до момента того, как он получит удостоверение, и он может подрастерять этот навык. Но, я так понимаю, что, например, для многих людей, мальчиков, в основном юноши, которые идут служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации, права, это какая-то нужная штука. Ну, такая необходимая, да, вещь, на самом деле. И, в принципе, получить навык управления транспортным средством в столь раннем возрасте, в этом нет ничего плохого. Лучше ваш чадо будет занято освоением, понимать устройство техническое, сложное устройство автомобиля, всю опасность при управлении транспортным средством, нежели пытаться самому находить какие-то пути, чтобы узнать, что это такое, да, незаконные пути, да, мы знаем случаи, когда детей тянет к транспортным средствам, да, в 16 лет. И они берут там ключики в тайне от родителей, пытаются понять, что это такое, лучше ребенка, да, в этом нет ничего плохого. Я думаю, что именно с этой целью такая инициатива реализовалась законодательно, чтобы ребенок был действительно занят в правовом поле уже, да, имел возможность обучаться, понимать, узнавать, узнавать правила дорожного движения. А я подумал, ведь это же лазейка, а ребенку в 16-17 лет категорически нельзя садиться за руль. Нельзя. А он, да, он приходит в автошколу, садится за руль и едет по обычным дорогам, под контролем инструктора, разумеется, да, но вот ребенок, который говорит, я хочу водить, я хочу водить, он достает родителей, папа, дай мне порулить. Так вот, к сожалению, немногие родители допирают до того, что надо бы просто отвезти ребенка в автошколу, чтобы заниматься, а начинают сажать его за руль. Ну, а потом нельзя, да, 16-17, да и в 18 лет нельзя сейчас водительское удостоверение, нет, вы поймите, что кандидат водителя, да, тот, который обучается, он и является учеником. Любовь, спасибо огромное, у нас музыкальная пауза, и мы продолжим. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыкиным Добрый вечер, дорогие друзья, с вами программа Вечерний заезд, и вместе с Любовью Высоцкой, руководителем пресс-службы ГИБДД города Москвы, мы продолжаем обсуждать чайников. Чайников, это, ну, как-то немножко уничижительно звучит, давай, начинающих водителей, юных, мне нравится юных водитель. Молодых водителей, да. Юных, хорошее слово юных. Сколько у нас вот этих самых начинающих юных чайников, допустим, с начала года, да, организовалось в городе Москва? Ну, я вам приведу небольшую статистику. У нас за 6 месяцев проведено почти 98 тысяч экзаменов. 100 тысяч для простоты? Да, 98 тысяч теоретических экзаменов. Сколько из них сдано? Я уже прямо, я слышу этот подвох в вашем голосе. Значит, почти 60 тысяч только из них получили положительную оценку, а с первого раза сдали только около 40 тысяч. То есть 40% сдают с первого раза. Ну, на самом деле, может, это и неплохо. 4 из 10 водителей знают, куда ехать и знают знаки приориента. Ну, условно говоря, они знают с первого раза, остальные просто знают это не с первого раза. С практикой интересно. С практикой, да. Практических экзаменов проведено почти 110 тысяч с начала года, ну, за полгода. Значит, положительную оценку получили только почти 43 тысячи. Ну, это логично, потому что если было принято 100 тысяч теоретических экзаменов, пройденные из них 60 тысяч, то, соответственно, из этих 60 тысяч еще должен быть какой-то отсев вниз. С первого раза, с первого раза практику сдали лишь только около 14 тысяч кандидатов водителей. Практическую часть. А я говорил, они чайники. То есть, там, чуть более 11% сдали только с первого раза. Любовь, так вообще всегда? Ну, то есть, это как бы ровно или сейчас просто что-то пошло не так? Ну, мы очень тщательно подходим к проверке кандидатов водителя на умения и навыки управления транспортным средством. Потому что мы понимаем, что эти люди сегодня получат водительское удостоверение и завтра окажутся на дорогах общего пользования. Поэтому, конечно, здесь никаких поблажек быть не должно. Все строго соблюдаются. Все нормативы приема экзаменов, все штрафные баллы строго учитываются. И, конечно же, для того, чтобы уберечь участников дорожных движений, самих новичков, водителей, очень тщательно проводится экзамен. И поэтому вот такая статистика. Я вот сижу и гадаю. То ли вы так строго принимаете экзамены, то ли автошкола так плохо готовит людей? Ну, подожди. Автошколы готовят, скорее всего, во все времена. Ну, более-менее одинаково. Просто я почему и спросил, так было ли всегда. То есть я вспоминаю бытность, когда я получал водительское... Вот давай, скажи, ты с первого раза сдал? Я сдал с первого раза. Но если бы все работало так, как сейчас, тогда, как говорит любовь, я бы с первого раза не сдал. Тогда все было как-то более лояльно, более... Ну, как-то проще. И я рад, честно говоря. Мне кажется, ты сейчас уводишь нас в серую зону. Подожди, нет, нет, я тебе просто говорю, что так было 20 лет назад. И это правда. Я же должен говорить правду. Для этого я здесь и сижу. Вот, собственно, а то, что сейчас, это сдает только 14% из общего числа, это... Я на самом деле считаю, что это даже, наверное, где-то хорошо. Чем тяжелее будет ЧОБе, тем легче на работе. Безусловно. И теперь вот другой вопрос. Раньше, раньше, любовь, когда я сдавал экзамены, все, в общем, боялись вот эту площадку... Горку. И стакады, горку и все остальное. А сейчас же все как-то немножко изменилось, да? И я понимаю, что прием экзаменов тоже идет в ногу со временем и какие-то новые процедуры, да? Ну, да, не так давно объединили вторую и третью часть практического экзамена. Это площадка и городская черта. Их объединили. Теперь вторая часть экзамена проводится на территории города. Маршруты постоянно меняются, то есть привязки к маршрутам нет. И сделано это для того, чтобы вот как раз о более тщательной проверке, когда мы говорим кандидатов, мы понимаем, как он себя ведет в реальных городских условиях. То есть когда мы говорим про упражнения, там, разворот, да, в ограниченном пространстве, то есть выбирается такое место, все проводится с учетом необходимых мер обеспеченной безопасности, мы видим, как в реальных условиях себя ведет кандидат. То есть все одно дело ты на площадке, осуществляешь разворот в ограниченном пространстве, все другое, как ты делаешь на городской черте. Ну да, конус сбил или в дерево. Ну, мы не допускаем. Я понимаю, естественно. Потому что для этого как раз инспектор находится рядом. И, конечно же, за этим всем следим. И здесь уже совершенно другое отношение у кандидата-водителя к тому, что происходит вокруг него. Это очень хорошо, что так сделали, потому что мы более реально видим, кого мы выпускаем на дорогу. Еще раз говорю, закрытая площадка – это одно. Городская черта и реальные условия – это совсем уже другое. И кандидат-водитель и сам понимает, к чему вообще его все это привело. И мы, соответственно, можем оценить его реальные способности к выполнению определенных упражнений. Я абсолютно согласен. Принято единогласно. Время танцевать. Поехали. Отпраздновать. Добрый вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Вечерний заезд». И мы продолжаем обсуждать чайников на дорогах. Мы обсудили их количество. И то, насколько плохо, на самом-то деле, я бы сказал, чайники сдают экзамен. Они сдают хорошо, но тяжело. И это правильно, потому что количество транспорта растет. И, в общем, нельзя выпускать абы кого на дороге мегаполиса. Это наша с вами безопасность. Наших детей, наших близких. Поэтому я двумя ногами и руками с ЗЭГи БДД, которая подкручивала бы еще гаечки, чтобы реально выпускать только людей подготовленных, а не просто там на бумаге каких-то. Как это было ранее. Любовь, а что происходит с аварийностью молодых водителей? Мы с вами неделю назад обсуждали, что, в принципе, начинающие водители не так уж часто попадают в аварии. Часто. Сколько, на самом деле, произошло аварии? Просто в глазах обывателя, да, прямо начинающий водитель – это какая-то мина замедленного действия. Если он попал на дорогу, он точно должен попасть в ДТП. И, насколько мы понимаем, это не совсем так. Ну, вот по нашим данным, хотелось бы с чего начать. То есть зачастую водители с маленьким стажем, начинающие водители со стажем до двух лет, становятся участниками ДТП, мелких ДТП, с материальным ущербом. Что касается ДТП с последствиями, в которых погибают люди и получают различные травмы, то картина выглядит следующим образом. Я повторюсь, у нас с начала года почти 4 тысячи ДТП зарегистрированы, в которых погибли и пострадали люди. И из этих ДТП только около 350 – это ДТП с начинающими водителями со стажем до двух лет. Да, совершенно верно. Что хотелось бы сказать? Ну, много это или мало, судить сложно. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с начинающими водителями у нас возросло чуть более, чем на 15%. Но при этом отмечается снижение количества погибших в таких авариях с участием водителей-новичков. По поводу аварийности. В большинстве случаев, вот из этих 350 ДТП, более 65% произошли именно из-за нарушений водителями. Но из-за чайных водителями. Ну, я не могу так сказать. Юными водителями были допущены в большинстве случаев нарушения, которые и стали причиной дорожно-транспортных происшествий. Вот так примерно выглядит статистика за 6 месяцев. Это как раз то, что я хотел спросить, да? Но тут опять, скорее, проблема лежит в плоскости психологии, нежели чего-то, да? То есть вот эти 60%, которые, собственно, новички попали в ДТП, просто имеют такой психотип. Они более, может быть, как-то расслаблены, более дерзкие. Слушай, а ты знаешь, это как раз вот разные направления. Есть вариант, когда новичок, он такой забитый, и, может быть, он где-то просто не своевременно отреагировал, а ей же напротив... Внимательный, не забитый, а внимательный. Слишком внимательный, да? Слишком внимательный. А есть, мне кажется, напротив, молодые люди, ну, во-первых, просто горячие. Вот, я о них и говорю сейчас. Нет, подожди, это разные вещи. Одно дело, когда человек едет медленно, и он не успел среагировать, другое дело, когда он говорил, ну, я же молодой, горячий. Пацаны, смотрите, как я умею, сейчас я вам покажу. Ситуации разные, да, ситуации разные. Бывает так, что действительно вот эти вот молодые люди, которые только-только получили водительское удостоверение, вы очень сильно в себя поверили. Поверили в том, что они теперь такие... Смотри, как я умею, это называется. Да, шумахеры, да, и вот считают, что они все теперь, все умеют, все знают, совершенно необдуманные поступки на дороге. Исполняют, исполняют. Исполняют, это правильное слово, да. В большинстве случаев все-таки я бы хотела отметить, что зачастую это вот именно внутренний мир начинающего водителя. Это огромное количество страхов, неуверенности в себе, неумение ориентироваться в дорожной обстановке, ориентироваться на то, что происходит вокруг, неумение быстро реагировать на изменения каких-то дорожных ситуаций, какие нарушения чаще всего приводят к последствиям, с материальным ущербом и, соответственно, к ДТП с последствиями более тяжелыми. И, ну, конечно же, это в общем разрезе, да, я об этом уже говорила, вот на самое частое нарушение, за которое происходит ДТП с такими последствиями, это несоблюдение дистанции скоростного режима. Здесь у водителей с маленьким стажем никаких отличий нет. То есть они тоже допускают такие нарушения по большей части, они выбирают неправильную скорость, я не говорю сейчас о скорости, о превышении скорости. Они выбирают неправильную скорость, не оценивая конкретные условия дорожные, они не соблюдают дистанцию. Но еще бич нарушений со стороны начинающих водителей, это, конечно же, расположение транспортного средства неправильное, это нарушение разметки, перекрестки, это прямо вот, ну, то есть неумение ориентироваться. А я на бледно-желтый проскочу. Какие-то, нет, дело не в этом, какие-то сложные перекрестки, да, у нас очень много сложных развязок, когда нужно быстро сориентироваться, принять левую полосу, принять правую полосу. И новички-водители, конечно, они не так ориентируются, как водители с опытом, совершают столкновения и переперестроения, когда уже в последний момент понимают, куда им нужно ехать. Любовь, таганка это ад начинающего водителя. Наверное. Вот, да, это сложный перекресток. Вот на таких перекрестках ребята, конечно, начинающие водители, теряются, путаются и допускают ошибки. Любовь, спасибо огромное. У нас музыкальная пауза, и мы продолжим. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Вечерний заезд». И вместе с Любовью Высоцкой, руководителем пресс-службы ГИБДД Москвы, мы продолжаем обсуждать начинающих водителей. Вот, ты исправился, молодец. А то у тебя предыдущие три блока были чайниками. Да, да, да. Ты какой-то был... Я расту на собой, повышая профессионализм, чувак. Не льстись, это уже не растешь давным-давно. У меня каверзный вопрос к Любови. Смотрите, я понимаю, да, что не все из автолюбителей клеят себе наклеечку начинающего водителя. Ну, не знаю, может быть стыдно, может еще что-то. Это для меня странно. А вообще сотрудники, когда сталкиваются с начинающим водителем, есть какое-то негласное договоренность поручения, чтобы не жестить и как-то с ними по-доброму? Ну, чтобы не пугать их. Стесняются, да, клеить наклеечки. Так и говорят. Вот их останавливаются. Они говорят, ну, что я вот как чайник-то... А девчонки что скажут? Я с этой наклейкой, да. Ну, а девчонки говорят, а мальчишки что про меня скажут? У меня вон борода такая, я такая весь из себя в татуировке. Да, и с наклейкой. И с наклейкой. Ну, не знаю, как насчет негласного, там, какой-то договоренности между собой. Ну, конечно, жестить никто не будет. Все прекрасно понимают. Начинающий водитель, девушка, парень теряется. Только-только начал свой путь автомобилиста. Поэтому, конечно, стараемся предупреждать, говорить о том, что необходимо такую наклейку иметь на заднем стекле, для того, чтобы предупреждать других водителей о том, что у тебя маленький старш, что ты можешь растеряться, что ты можешь не сориентироваться. Основными положениями под опуску транспортных средств, в том числе, предусмотрено наличие такой наклейки на заднем стекле автомобиля. Штраф предусмотрен за ее отсутствие минимальный. Дело-то не в штрафе. Тут стоит отметить то, что все-таки я пользуюсь лучшим, рекомендую начинающим водителям такую наклейку иметь на своем автомобиле. Потому что вы поймите, вы едете в потоке, вы еще не очень хорошо ориентируетесь. Где-то вот замешкались, где-то непонятно, что вообще делать надо. Что сзади водитель более опытный видит перед собой? Ага, автомобиль. Ну, без наклейки, соответственно. Начинает нервничать вот эти сигналы, моргания, вот это все, вот эти эмоции. Да, так вроде чайник едет, и пусть едет. К человеку, который себя обозначил, будет более лояльное отношение у других водителей. Ну, понятно, ситуации бывают разные. Кстати, это тоже нехорошо. Не надо их пугать лишний раз, не надо их нервировать, и себя нервировать в том числе. Вообще дорога – это не для эмоций, не про эмоции. Но наклейка нужна для того, чтобы и вам было более спокойно, и тем, кто рядом с вами тоже, чтобы они понимали. Ну, человек только начал. Я сам когда-то был таким. Поверьте, в основном, основная масса водителей так подумают. Поэтому, ну, используйте, не забывайте. У меня расценилизаторское предложение. Так можно сделать просто клевые наклейки, ну, на стиле такие же. Например, бородатый паренек такой, у него там в каких-нибудь черепах наклеечка. Борода в форме буквы «У». С цветочками, да. Что-то креативное, чтобы людям было не так боязно это клейить. Ну, вот это туфельки женские, да, там в различных вариациях бывают, да, на занятиях. Тоже же, ну, что-то… Это бородачам не очень подходит. Туфельки бородачам. У меня такой наклейки нет, честно сразу скажу. Ну, вообще, во многом часто говорит. Ну, как бы водители понимают, что ну, ну, ладно. А я, кстати, вижу частенько автомобили с туфельками, которые едут очень технично. И, как бы, не творят того, что творят автомобили без. Да, мы очень часто видим автомобили с туфельками. Оттуда потом стекло открывается, а там сидит мужчина такой… В туфельках. Внушительный. Нет, давайте будем толерантами. Мужчина в туфельках, в конце концов. Там у меня машина в ремонте, я вот у жены взяла вот… Стрельнул. Выкрал. Разные ситуации бывают. Сейчас, кроме шуток, лучше такую наклейку иметь на заднем стекле, потому что это способно… наличие такой наклейки способно обезопасить. Например, вручить вас от лишних эмоций, нервов и других водителей. Любовь, спасибо огромное. У нас музыкальная пауза, и мы продолжим. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Вечерний заезд», и мы продолжаем обсуждать чайников на дорогах. Хотелось поговорить о гендерном составе, о социальном портрете. Наша любимая тема – портрет. Любимая, любимая. И какие советы, кроме наклейки восклицательного знака, можно дать начинающим водителям? Мужики в основном. Ну, проанализировали мы вот тех товарищей, которые чаще всего попадают в ДТП, в том числе по собственной вине, за нарушение правил должного движения. Это мужчины. Больше 87% – это молодые люди. Зовем их павианы. Они молодые, горячие, попадают в аварии. Это он сказал. Все нормально. Да, чаще всего новички-водители попадают в ДТП в качестве мужчин. Что еще важно отметить? Неженатые и незамужние молодые люди. Люди просто молодые еще не успели. Ну, опять же, мы про социальную историю говорим, что, да, человек женатый, замужние, дети больше ответственности. Ну, здесь, наверное, эта история тоже имеет место быть. Ну, и, конечно же, в большинстве случаев это неработающие, либо студенты, либо это, ну, учащиеся, да, каких-то образовательных организаций, колледжей. Ну, как-то так. Какие советы? Молодые люди, мужчины, молодые мужчины вот чаще всего становятся учащимися. Ну, правильно, они сначала идут получать водительское удостоверение, потом, ну, волей, судя по воде, в ДТП. Потому что как без тачки завести себе супрубок? Совет. Совет, да. Что чаще всего становится вот причиной, вот, косвенной причиной ДТП. Я уже об этом говорила. Невнимательность, страх. От того, что появляется страх, совершенно неуверенные поступки на дороге совершают молодые водители. Рисковые в том числе. Неумение ориентироваться в дорожной обстановке. Особенно это касается сложных участков уличной дорожной сети, сложных развязок. Они начинают нервничать, суитель. То есть просто объезжаете сложные развязки, какие-то тяжелые участки. Поэтому, да, вот если вы находитесь в начале своего водительского пути, вы понимаете, что вот для того, чтобы набраться опыта, ну, надо выбрать каких-то пару маршрутов, куда выйти. Ну, учебу там, да, ну и на работу кто-то, да, там, домой, на работу, на учебу. Возьмите кого-то, у кого есть опыт побольше, да, водителя, прокатитесь, посмотрите, выберите маршрут наименее такой опасный в плане сложных участков, сложных развязок, сложных перекрестков. Выберите наиболее простой. Может быть, он будет дольше, может быть, он будет длиннее. Но он будет проще и для вашего понимания, да, там, и для вашей безопасности. Наклеечка обязательно, да, напомню еще раз. И поаккуратнее с навигаторами, потому что водитель со стажем уже, у него развита вот эта система внимания, да, он контролирует дорогу, он ориентируется в навигационной системе. Зачастую ночью водители утопают в этом навигаторе, не понимая, куда там надо ехать, опять же, выбирая сложные участки дорог для своего маршрута. И вот тоже это такие неприятные ситуации. И опытный водитель просто еще очень многое видит глазами, да? Лучше заранее понимать маршрут. Да, а то условия дорожные могут измениться, а навигатор тебе говорит, поверните налево, а там уже нет налево. И еще один момент. Дорожный ремонт, и все бывает. Еще один момент, да. Водоналивные блоки. Вот такие места надо избегать. Еще один момент. Не обращайте внимания на чужой эмоциональный фон. То есть зачастую мы видим, да, когда разные водители, есть не очень такие вот спокойные, и начинают сигналить, начинают кричать, там, поторапливать, еще что-то. Не надо реагировать. Есть правила дорожного движения, есть транспортные средства повышенной опасности. Вы должны быть внимательными. Вы не должны реагировать на все, что вас отвлекает. Сохраняйте спокойствие, не нарушайте правила дорожного движения. Будьте просто внимательны и спокойны за рулем. Есть какая-то нештатная ситуация, вы прям реально растерялись. Лучше принять безопасное положение на проезжей части, да, там, с правой стороны проезжей части, и включить аварийку, и сориентироваться. Любовь, спасибо огромное. Друзья, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ты хочешь сказать, и не будьте просто чайниками? Будьте молодцом. Нет, я как раз хотел сказать ровно обратно. Все мы когда-то были чайниками, и это тоже пройдет. Любовь, спасибо большое, что пришли. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Вечерний заезд.